Атмосфера в студии 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 Очень сложно и это очень редкий успех Когда с первого года получилось хорошо Я помню, что в прошлом году Не очень удачно у нас удалось Осветить и украсить город к Новому году Поэтому было принято решение Не привязываться к датам Чтобы не гнать пятилетку в 4 года А сделать все заранее Летом проект, в ноябре уже реализовать его И какие-то места есть очень симпатичные Как Чистые пруды, как Пушкинская площадь Есть очень заметные, интересные места Пешеходные зоны, я сама буквально побывала на выходных Вот тот же самый Кузнецкий мост Красоту наделали, что уж тут говорить Плюс 7903-7976-333 Кстати, Сергей, знаете, мне всегда было очень интересно Тем, что касается украшения витрин Владельцы магазинов прям обязывают это делать Они должны как-то участвовать в этой общей концепции Да, они должны в этом Мы их рекомендуем В этом году нам, не буду рекламировать На пешеходных зонах с торговыми большими Универмагами удалось это сделать Но дальше же тоже вопрос вкуса Вкуса владельцев этих помещений То есть они никак, они в принципе Сами украшения не обязаны согласовывать Главное, сам факт, что они должны украшаться Вот эта концепция белого города Мы передали предпринимателям И они старались попасть в нашу цветовую гамму Хотя бы, поэтому это, ну, по центру города Поэтому это и выглядит симпатично А дальше кто на что гораст, если честно Хотя город по итогам зимних праздников Всегда награждает предпринимателей Выдаёт им грамоты Как они украшают свои витрины Ну и надо заметить, конечно, что Вот в этом году, пожалуй, это действительно Удалось выдержать, я имею в виду, какую-то одну гамму Потому что нет такого По крайней мере, по центру, когда едешь Чувствуется, что люди старались В одной гамме работать Для слушателей я хочу рассказать о том, что Новый год Это не только, когда Москва вам должна Но и когда вы можете сделать для кого-то хорошее дело Сергей, расскажите, пожалуйста, подробнее О том, что запущен благотворительный ещё интернет-проект Исполни желание Вообще, что это такое? На сайте департамента не слишком подробно об этом написано Было бы интересно от вас услышать Ну, вообще, по нашему мнению И, мне кажется, по мнению Просто людей, которые неравнодушны Новый год, это всё-таки Это добрый праздник И это праздник про то, что ты отдаёшь И с кем-то делишься И делишься не только с друзьями Близкими людьми Но и с людьми, которые Одинокие Или у которых нет возможности Что их кто-то поздравит И, наверное, даже уже и надежды нет Поэтому мы совместно решили С различными благотворительными организациями Волонтёрами Сделать серию благотворительных праздников И для детей с ограниченными возможностями И также дети, которые находятся в детских домах города Москвы Мы собрали их заявки Которые они писали Деду Морозу, на самом деле Вывесили их на сайт И предложили каждому москвичу И неравнодушному человеку самому Стать Дед Морозом И исполнить желание Там всё фактически только мышкой можно пользоваться Нажать, и Дед Мороз уже в пути Там дети просят от железной дороги До футбольных бутс Вот мы первые 100 заявок вывесили Мне кажется, за 4 часа уже люди все За 4 часа Выполнили эти заявки Это же вопрос Ощущение Это ощущение именно Того сопричастности Сопричастности к жизни города и ко всему Когда вот мы даже Если брать ту же тему освещения Мне кажется, всё-таки сознание людей меняется И когда люди говорят Это наш город Это же город И чиновников мэрии И город тех же людей Которые в нём живут Поэтому здесь только вместе Можно делать такие проекты Да, вы знаете, у меня такое ощущение Что вот как в Москве становится Комфортнее, уютнее Как-то более человечнее Что ли так И люди постепенно начинают меняться Это, как знаете, есть эксперимент Я думаю, что она обратная логика Не знаю Люди меняются И город становится человеческим Потому что город Это те люди, в которых в нём живут Я думаю, что здесь как-то И с одной и с другой стороны Можно посмотреть Это, по-моему, в Нью-Йорке Проводили эксперимент Взяли какой-то очень неблагополучный район И начали с того, что просто Там вот Меняли лампочки Каждый день били, да, и стёклы В учебниках написано Да-да-да-да И пошёл процесс Кстати, слушателям Которые хотят исполнять желание Я хочу сказать, что можно зайти Прямо сейчас на сайт www.lgz.defismoscow.ru И вы заходите Прямо на главной странице Вот я смотрю ЛГЗ – это лучший город зимы Но не только дети Нет, но с 4-6 января У нас будут бабушки на обеды Для людей пенсионного возраста Которые одинокие Которые сидят дома И мы их пытаемся вытянуть На территорию наших домов культуры Где они могут пообщаться Где вот есть эта социальная жизнь Где они Где им будет интересно Это вообще про другое Мне кажется, Новый год – это про отдавать Есть проблемы с теми людьми Которые как раз работают Вот с пожилыми людьми Волонтёров много, которые хотят Заниматься какой-то социальной работой У нас в этом году Год был объявлен Годом Волонтёров Мы активно общались с любыми волонтёрами И провластными, и оппозиционными, и со всеми И сегодня мы считаем, что в Москве 200 тысяч волонтёров Средний возраст волонтёра – 24 года Но есть и волонтёры так называемого «серебряного» возраста Это уже за 60 лет тоже, которые люди занимаются Это волонтёры не только, которые занимаются какими-то трагедиями Как МЧС, когда случается, вместе с МЧС, когда что-то случается Наводнение Это много социальных волонтёров Много гражданских активистов Которых тоже мы считаем волонтёрами Которые, предположим, отслеживают работу Службы жилищно-коммунального хозяйства И жалуются, и занимаются Мы со всеми работаем И я думаю, что потенциал очень большой Развитие именно волонтёрского движения Если мы признаём, что в Москве Около миллиона студентов То 200 тысяч – это небольшая цифра Я думаю, что это будет развиваться Развиваться, развиваться, развиваться Конечно, самое интересное для молодых людей – это быть спортивным волонтёром Потому что это возможность поехать на универсиаду в Казани На Олимпиаду в Сочи Вчера буквально мы эфир делали Да, и 60% волонтёров на Олимпиаде в Сочи – это москвичи А вот так вот даже Ничего себе Ну, потому что они знают язык Они знают, как общаться Они лёгкие на подъём Москвичи, я имею в виду ребята из Москвы Из Москвы Это и наши университеты, вузы и много-много что То есть, ну и я правильно понимаю, что вот как раз на тех мероприятиях, которые будут организованы Да уже часть из них проходит в Москве Там большая доля именно волонтёров Все То есть, все волонтёры Мы выполняем функцию И все работают бесплатно Конечно Потрясающе Плюс 7903-797-6333 Номер нашего смс-портала То, что касается, конечно же, ёлочные базары сразу спрашивают Тоже в 20-х числах, по-моему, они начинают работать Да, но можно ёлку по интернету заказать, и вам её привезут Уж с этим, да, сейчас никаких проблем нет Плюс ко всему прочему Вот в 20-х числах как раз там начинаются какие-то у вас очень интересные вот эти ярмарки Да Где будут участвовать представители разных городов Причём там не просто, да, вот У нас прилавок, а там чуть ли не атмосфера же будет какая-то создаваться Ну, больше 20 ярмарок Не уезжая из Москвы, да, можно будет в Праге побывать Больше 20 будет ярмарок Вот как раз в конце недели приезжают мэры всех городов, которые представляют Это и европейские города, это и Прага, и бельгийские города, и Франция Ну, то есть, где есть кустарное производство, где есть вот такой флёр вот новогодний, известный Но также и российские города, и везде на пешеходных маршрутах, в парках города будут эти ярмарки Они совершенно все разные Где-то стилистика Мюнхен, Берлин будут ярмарки Где-то австрийская, где-то Франция Поэтому здесь везде будет свой такой шик Мы в прошлом году проводили Стразборскую ярмарку Я помню, что за два дня раскупили всё, что привезли бельгийцы И поэтому мы решили, что в каждом месте, где это возможно, будут ярмарки Это будет и Казахстан, и Украина, много разных городов Как это получится? Я уверен, что получится хорошо, потому что впервые в этом году город закупил эти шале, где продают Где, возможно, шале закупили во Франции Поэтому они стилистически очень аккуратные и очень удобные для продавцов И ярмарки будут везде Я предлагаю слушателям, вы знаете, Сергей, задать один провокационный вопрос Друзья, вот вообще, вот всё то, что сейчас рассказывает в эфире «Серебряного дождя» Руководитель Департамента культуры Сергей Капков Вам, жителей города Москвы, нужно? Вы посещаете вот эти ярмарки, выходите летом на фестивали Довольны или нет, вы работой Департамента культуры Москвы Пишите, плюс 7903-7976-333 И этот же вопрос сейчас вывешу в наш твиттер Радио подчёркивание Сильвер Встреча Деда Мороза в этом году, я знаю, объединена вместе с юбилеем зоопарка же московского, правильно? Ну, Дед Мороз приедет в московский зоопарк, потому что московскому зоопарку 150 лет Совершенно неожиданно поместятся все те, кто хотят поучаствовать во встрече Деда Мороза в зоопарке Не очень много, поверьте мне, это же в основном дети, родители, территория зоопарка, конечно, позволяет это сделать День города Доброе утро, ещё раз программа День города продолжается Меня зовут Дарья Гордеева, и у меня в гостях до конца этого часа руководитель Департамента культуры Москвы Сергей Капков Сергей с особенным удовольствием принимает, друзья, ваши вопросы, в том числе и критику Сергей, озвучиваю вам сообщение Ася, москвичка в четвёртом поколении, нам пишет Живу в центре парк культуры Про фестивали впервые слышу Украшений особенно замечательных в городе не заметила Всю жизнь ходили на каток в парк Горького, а в прошлом году не пошли Противно, загоны для скота, а не дорожки Нравится парк Музеон при этом Парк Музеон на самом деле очень приятный парк Очень благоустроенный Крымская набережная теперь благоустроенная Будет дальше развиваться А по поводу катка, мне кажется, что Асе надо в этом году сходить Может быть, он ей понравится больше Это не вопрос загона для скота, это вопрос безопасности людей И мне кажется, что каток в парке Горького один из самых лучших в Европе И это интересно По поводу того, что Ася не слышит про фестивали Но это вопрос личного желания узнать о том, что проходит в городе Я могу сказать за радиостанцию «Серебряный дождь» По крайней мере, за моих коллег Которые все лето как на работу шастали на эти фестивали Как кто-то нужен Все обязательно где-нибудь в районе парка Горького Давайте про все-таки парк Горького Я уже больше не могу, Сергей Я думаю, что вы тоже бесконечно разговариваете Я уже не хожу Давайте про ВВЦ Это достаточно больная, по крайней мере, для меня сейчас тема Потому что, собственно, я живу недалеко И периодически меняю свое любимое место катания на коньках, на Воробьевых горах Вот там вот, да, по большому кругу, на ВВЦ Ну и, конечно... На роликах На роликах, да И, конечно же, понятно, что там надо что-то делать Что планируется с ВВЦ? Ну, первое, что планируется, передать собственность Всероссийского выставочного центра В Моском имущество То есть на базу и на имущество города Москвы Сейчас она федеральная, разрозненная И начинать благоустраивать ВВЦ по московскому стандарту Общественных пространств и парков Задача, чтобы ВВЦ было таким же интересным местом, как и другие парки города И, конечно, там большой вопрос реставрации Реставрации фонтанов, реставрации павильонов Это будет долгий, но интересный проект Потому что... Долгий на сколько? Я думаю, что это займет не один год И мы планируем лет пять Потому что вопрос еще содержания тех павильонов, которые там существуют Сейчас во многих павильонах там осуществляется торговля Наша задача же, чтобы не было торговли А были какие-то и выставочные, и музейные возможности И чтобы это был интересный центр Важный момент, аттракционы оставят или уберут? Ну, там уже энную часть аттракционов убрали Я думаю, что вопрос аттракционов, он пока открытый Потому что наша задача сделать зону аттракционов в городе У нас есть еще пару мест, где мы могли бы сделать аттракционную зону Но это все-таки, да, востребованная у определенной части населения У молодых родителей, они хотят куда-то отводить своих детей Это достаточно интересный проект, может быть Что-нибудь типа, может быть, Диснейленда уже в конце концов? Да, но Диснейленд закрыл тему развития в Восточной Европе Построив во Франции под Парижем свой центр Но я думаю, что мы ведем переговоры с разными большими, крупными Такими вот организаторами аттракционных зон И я еще раз хочу напомнить нашим слушателям Что не только СМС-сообщения мы принимаем А также пишите в Твиттер, радио подчеркивание Сильвер Я знаю, что вчера буквально состоялось итоговое мероприятие Проекта Округа, да, культурный путеводитель Вот развитие новой Москвы, развитие спальных районов Как будет проходить? Потому что, как есть фраза Москва нерезиновая, так же понятно, что и центр нерезиновый И то, что касается, уж простите, того же парка Горького Сейчас достаточно трудно, например, выходные, летом, по крайней мере То есть там очень много народу И как-то, может быть, уже распределение будет в этом смысле грамотное Как-то фестивали куда-то будут переноситься Какие планы вообще? Ну, вообще планы основные, это, конечно, на следующий год И на самом деле на два прошедших года Это децентрализация культуры Вышло так, что город строился по советскому генплану Так называемый сталинский генплан Когда в пределах третьего транспортного кольца Находится 80% объектов культуры И фактически 100% театров находится в центре Потому что подразумевало, что люди живут, спят в спальных районах А веселятся и проводят вечера Веселяющих районах В центре города, в таком открыточном городе И наша задача, это, конечно же, сделать децентрализацию Поэтому, когда мы говорим про парк Горького Парк Горького всегда будет иметь такую сложность За счет того, что это центральный парк города Туда едут и туристы, и люди посмотреть И просто местные жители, живущие в центре города Но есть парк Сокольники, есть парк Измайлова Есть замечательный парк Северная Тушина Есть парк Фили Как раз децентрализация началась с парков Потому что общественное пространство Это именно то, когда... Леонозовский сейчас уже реконструируют Леонозовский парк, Гончаровский парк Когда в шаговой доступности ты можешь дойти куда-то А не ехать на машине Как специальное какое-то посещение Какого-то парка аттракционов Поэтому наша задача на следующий год Это децентрализация Это децентрализация касается и благоустройства библиотек Почему я говорю благоустройство? Потому что важно первое Это так называемый хард То есть те стены Та визуальная стилистика Та логическая стилистика И в парках тоже Куда вам захочется прийти То есть парки на окраине должны стилистически соответствовать центральному парку города Чтобы у вас не было желания Нет, хороший парк, зелени, много газон Но мне здесь не нравится Я поеду в центр города Наша задача именно Единый городской стандарт Довести от центрального парка до парка на окраинах И нам, мне кажется, это удается Но это просто вопрос времени Это за один день не делается Ну и вы же теперь за Новую Москву отвечаете, да? Да, но на Новой Москве появилось сейчас три парка Но это парки все-таки для местных жителей И есть один спортивный парк Но я не уверен, что москвичи туда поедут Потому что им интереснее Они могут те же самые спортивные услуги получить Около... в своих парках Но это постепенный процесс И мне кажется, это же вопрос Слово культура, она однокореннает со словом культирую То есть прививать интерес Прививать возможность распоряжаться своим досугом То есть наш основной конкурент Это диван и телевизор на самом деле И как нам удалось навязать тему С интернетом вы разобрались, сделав бесплатный Wi-Fi Конечно, вытащив людей Из квартиры, от телевизора, от интернета Wi-Fi, где работает, где не работает Но это всегда так технически Но в основном работает, конечно Но наша задача вот навязать правила поведения в городе Прорекламировать их И если мы видим, что в 2010 году 10 миллионов человек посещало все наши 14 парк То сейчас за 9 месяцев уже мы посчитали 27 миллионов человек И если будет такая стабильная, не самая холодная зима То я думаю, что мы выйдем на результат 29 миллионов человек Раньше же люди не ходили в парк Горького И в парк Сокольники Раньше людей по музеям не ходили А теперь вот, например, да Благодаря там четвергам, по-моему По четвергам, да И благодаря тому, что 23 бесплатных дня Статистика поражает, это правда Я цифры просто сейчас не буду все озвучивать Потому что, в общем, это легко можно найти в интернете Да, но количество людей, там, музеи, парки посещающих Выросло в разы Еще буквально на днях пришла новость о том Что в будущем году планируют создавать путеводители по культурным местам Причем я так поняла, что путеводители в бумажном виде А приложения какие-то разрабатываются? Например, там, да, вот, айфоны, самсунги и прочие какие-то вещи Они разрабатываются, но мы считаем, что самое эффективное Это все равно пока бумажный носитель Именно если это делает город Я объясню почему Потому что приложения и так есть Их разрабатывает бизнес Мы не будем их тоже рекламировать Всегда их можно найти Когда мы делаем бумажный носитель Мы как, вы где-то на это наткнулись, посмотрели А дальше просто это мотивация ваша определить, куда пойти Поэтому, когда мы делаем бумажный носитель Предположим, раздаем с дневниками По окончании второй четверти школьникам Они приносят домой этот буклет Потому что ребенок человек ответственный И в них положили Сказы отнесся, все в дом, да Отнесся родителям Когда они смешно называются 50 поводов выйти из дома То родители это замечают Или в 300 тысяч электронных дневников Мы закачиваем программу новогодних праздников Родители проверяют оценки и видят это Моя же задача только смотивировать вас Пойти в одно из учреждений культуры Их огромное количество в Москве Это культурный выбор У нас не меньше, чем в любом европейском городе Но моя задача просто, чтобы вам было интересно День города Еще раз доброе утро Программа День города Меня зовут Дарья Гордеева У меня в гостях руководитель департамента культуры Москвы Сергей Капков Сергей Галопом по Европам В смысле по сообщениям Екатерина, доброе утро Спасибо, с удовольствием гуляем по Москве Все, что делается во благо Москвы Очень нужно, радует За что огромное спасибо Вопрос, есть ли на сайте карта ярмарок На которой можно найти, где какие страны представлены Да, есть на сайте департамента потребительского рынка Ярмарок больше 20 И поэтому лучше смотреть там адреса И все будет видно Или на нашем сайте По-моему, на вот ЛГЗ Дефис Москору тоже есть Если я не ошибаюсь Виктор пишет Я не москвич, но когда приезжаю в столицу С огромным удовольствием Со своими близкими москвичами Гуляем по паркам, улицам, ярмаркам, музеям Люблю Москву Совсем другая энергетика Спасибо вам, Сергей Пишет Виктор И вот такой вопрос от Тараса Расскажите о новом парке сказок Под живописным мостом Мостом строится Я как понимаю, что это в дневниках Имеется ввиду То, что Зураб Константинович А, вот это, вот это Там ничего пока не планируется Этот участок освобожден, огорожен А дальше город будет рассматривать Какие планы Но есть еще же Зарядье проект Очень интересный Да, проект Зарядье Очень интересный проект Сейчас в Москве как раз Буквально вчера находились Архитекторы, которые придумали Его рисовали Они уже встречаются с российскими специалистами Как его реализовывать И я думаю, что это будет Очень заметный проект Даже в масштабе мира Потому что Причем как-то интересно Там на зоны будет делиться В каждой зоне Четыре климатические зоны Да, да, да Как бы символы России И мне кажется Очень интересный проект получает Какие-нибудь сроки есть? Определяется уже? Ну, я думаю, что Четыре года на это потребуется Но я думаю, что мы будем Ускоряться Так Из еще хвалебных сообщений Александр из Москвы Вы знаете, вот Сергей, почему ты Не стали писать плохое Я уже так ждала Так ждала Тем более вы так просили Александр из Москвы Пишет департамент Работает Работает потрясающе Большая редкость К сожалению Остается у нас буквально Минута еще в эфире То, что касается Вообще театральной жизни Москвы Еще хотелось бы Задать вопрос Какие-нибудь аналоги Вот еще чеховского Например, прекрасного фестиваля Театрального Проводящегося в Москве Что-то подобное Планируется? Есть чеховский Золотая маска Есть фестиваль Уличных театров Все остальное Теоретически Мы готовы поддерживать Но успех Чеховского фестиваля Это кураторы Которые там есть Мы сами Как бюрократы Не можем это делать Если есть интересный Куратор Человек, который это делает Как фестиваль Гаврош Который мы проводим Для детей Который делает Много интересных По-другому Смотрящих на это Людей Мы же здесь Только выполняем Функцию денег И административной помощи Любой фестиваль Это куратор Заметный, яркий Человек, умеющий Зажигать звезд Умеющий договариваться С европейскими театрами С российскими театрами Если про театральный фестиваль Здесь нужен куратор Если такие кураторы Будут появляться Мы с удовольствием Будем помогать Предоставлять Наши площадки театральные Предоставлять возможность Любую реализовывать То есть можно сказать Что вы открыты для общения Да, но это должен быть Заметный человек В театральном мире Потому что иначе Мы же понимаем Какая это среда Она иначе его не примет Да, к сожалению Это так и есть Либо к счастью Вот тут тоже вопрос Сергей У нас, к сожалению, все 30 секунд до конца Часа осталось Огромное вам спасибо За то, что уделили нам время Этим утром Ну и спасибо За то, что в Москве Будут происходить Новогодние праздники Это действительно Должно быть очень круто Спасибо, но Основное, что происходит Это те люди Которые выходят На улицы города Если они выходят С улыбками С хорошим настроением То праздник всегда получается И это был руководитель Департамента культуры Москвы Сергей Капков Еще раз огромное спасибо Спасибо Друзья, программа День города На сегодня на этом с вами прощается Меня зовут Дарья Гордеева До завтра Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok